Нужно четко понимать, в чем заключается и как должен соблюдаться баланс интересов. Интересов между обеспечением свободы слова и обеспечением интересов правомерных обладателей информации. В США это первая поправка Конституции США, в Российской Федерации это конституционный принцип свободы информации, и все наши предложения и все наши беспокойности не направлены на какое-либо ограничение свободы слова или на ограничение свободы распространения информации. Экономическая модель распространения информации в интернете и то, что предлагается делаться и делается, это делается не только в интересах информационных агентств. Это наша общая проблема, наша общая беда. Необходимо понимать международный аспект этого вопроса. Есть международная система охраны авторских прав, именно в ней не предусмотрена охрана новостей и на основании этого в российском законодательстве, так же как и в американской правовой системе, отсутствуют нормы, которые напрямую защищают интересы обладателей информации. Очевидно, эту проблему нужно ставить также на уровне международном, путем обсуждения на многосторонней дипломатии. Но проблема заключается в том, что закон принят достаточно давно и не распространяется на средства массовой информации в интернете. Поправку, которую мы предлагаем внести в закон о средствах массовой информации, а именно ввести понятие сетевого периодического издания, чтобы, соответственно, распространить действия нормы данного закона, которая требует обязательной ссылки на первоисточник информации. Проблема заключается в том, что я не верю, что законы достаточно эффективны в таких тонких материях, как определение разницы между новостью в плане коммерческой услуги и новостью, как сообщением о событии, о котором все должны знать бесплатно. Это коммерческая ценность того, что мы обсуждаем. Может быть, Алексей и Валерий могли бы объяснить мне, в чем разница? Товар в интернете – это не деньги в прямую, это пользователи, которые ходят по страницам и смотрят рекламу. За эту рекламу платят рекламодатели. Она может быть представлена в виде медийной рекламы, то есть баннеров, в виде контекстной рекламы и в каких-то других формах. Каждый человек, который пришел на, допустим, сайт interfax.ru, он видит рекламу, и эту рекламу мы ставим и получаем за это деньги от рекламодателя. Что касается воровства в целом, то у интерфакса воруют новости не только пользователи интернет, ну, не пользователи, а площадки, которые неправомерно используют, а и другие издания медийные, и телевидение, и радиостанции, и газеты. Я думаю, что у Реоновостей ситуация примерно такова. Особенно это как раз региональные новости, которые считают, что их невозможно найти и за ними угнаться. И здесь вопрос не в том, что мы персонально и адресно хотим закрутить гайки только в интернете. Это вопрос принципиальной борьбы. Что нам удалось сделать в рабочей группе, которая обсуждала, это договориться о неком действии, единым со стороны нескольких площадок, которые были инициатором. В частности, ввести единый дисклеймер, правило пользования контентом на сайте. Он уже внедрен на газете.ру, на сайте Реоновости, и в ближайшее время появится на интерфаксе. Это единые правила пользования контентом с коммерческой и частной точки зрения для тех, кто заходит на этот сайт. Тезис о недолговечности новостей в интернете, он как-то теряет свою остроту. То есть понятно, что если мы ведем речь о сугубо печатном издании, то для того, чтобы найти публикацию 20-30 летней давности, приходится идти и смотреть пыльные подшивки. Интернет свернул это временное измерение в плоскость, очень удобную для просмотра. И фактически, когда мы с вами ищем что-то в интернете, мы не задумываемся и можем вообще даже не указывать дату публикации. Интернет, он также стал местом пересечения интересов всех вообще СМИ. Во-первых, всех СМИ, то есть традиционных, печатных, электронных. Также и вот этих новых образований в виде агрегаторов, порталов, социальных сетей, с которыми мы с вами сталкиваемся все чаще и чаще. Поэтому, безусловно, вот в силу этого, в силу того, что раньше как-то это все автоматически разделялось, теперь все сходится в интернете, мы понимаем, что по-старому все старые нормы, они здесь уже не работают так эффективно. Как мы это знаем? Если я выйду на интернет-сайт Нью-Йорк Таймс сегодня, и завтра, что я увижу? Завтра я не увижу ничего из того, что я вижу сегодня на их сайте. Мы знаем, что те, кто инвестирует в новости, они, понимая, что новость имеет один день жизни, на следующий день заменяют вчерашние новости на новые новости, сегодняшние. Поэтому, пожалуйста, вы можете искать старые новости, но мы были бы против того, чтобы дать Нью-Йорк Таймс права авторские или права на собственность, на ту новость, то есть на ту фактическую часть информации, которая была опубликована давно, и чтобы эти права действовали бесконечно. Российская правовая доктрина, так же, как и американская, с большим трудом находит правильное правовое определение для регулирования информации. Мы говорим об обладателе в российском праве, ввели понятие обладателя информации, и это все-таки не собственник информации, это просто лицо, которое создало информацию, в нашем случае информационное агентство, ее журналисты, которые получили новость, и после этого такой обладатель информации в праве контролировать к информации доступ. Баланс между информацией как знанием и информацией, имеющей коммерческую ценность, мы стараемся соблюдать, и у нас это получается.